Пляжный волейбол В этом году из-за непогоды в июне первый этап был перенесен на июль. На участие в соревнованиях зарегистрировались 19 команд. Среди них и гости из Москвы. Немножко жарко сегодня было, наложило свои отпечатки, спортсмены устали, не получилось такой зрелищной борьбы в финале, но в общем все хорошо. Почему такой результат? Он был очевиден с одной стороны, потому что по положению этих соревнований мы старались, чтобы это было сделано для простых любителей волейбола, которые могли бы в свободное время поиграть, чтобы профессионалы не переходили им дорогу. Но финал очень интересный получился, потому что самые возрастные игроки участвовали в финале, показали достойную игру на протяжении всего дня. Будем так говорить, очень жаркая погода сегодня и большие молодцы. Одним из самых напряженных оказался малый финал, в котором за третье место соревновались даугавпилские и ливанские юноши. Большую часть игры наши ребята проигрывали сопернику, но под конец они собрались и обыграли гостей из Ливан. Это воспитанники волейбольной школы, которые, будем так говорить, летом, сейчас многое время проводят на пляже, не загорая, а играя в пляжный волейбол. И вот стремление к победе показало такой результат, показали ребята, неплохой результат. И в общем сказать, что, ну я считаю, что соревнования прошли очень хорошо, в очень хорошей атмосфере дружественной. И бойцовский характер показала каждая пара, которая участвовала в этих соревнованиях. Ну а есть шанс, что мы через год, может быть через два, увидим вот эту вот нашу юниорскую пару в Шенкер-лиге, выступающей за команду СРЗ МДУ. Как говорят, молодым у нас дорога, да, и я скажу, что у каждого есть шанс. В этот раз московские любители пляжного волейбола взяли верх над другими соперниками, обойдя в финале даугавпилскую пару. Хотя, по словам Сергея Богданова, эту победу нельзя назвать легкой. Очень красивое место, очень шикарное озеро, так что только надо все это развивать, стараться. А легко далась победа? Нет, тяжело, очень хорошие команды были, особенно в полуфинале, очень сильная команда. То есть уровень пляжного волейбола в даугавпилса достаточно высок? Да, достаточно высок. А в Москве популярен пляжный волейбол? Очень, у нас есть вот Серебряный Бор, Третий пляж. Будете в Москве, приезжайте туда, там все увидите. Второе место по итогам первого этапа достал Сергею Малышеву и Виктору Подлужному, а третье Алексея Дорошко и Максиму Сергееву. Все призеры получили награду от компании Даутком. Следующий этап пройдет в воскресенье 18 июля, начало регистрации команд в 10 часов. По словам организаторов, они планируют провести как минимум 4 этапа, после которых будет определен победитель. Лучшей паре в качестве награды достанется плазменный телевизор Samsung от предприятия Даутком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...